Строительство нового жилья взамен разрушенного взрывом бытового газа дома в Ростовской области займет от 8 месяцев до года. Как заявили власти региона, на это время людей, лишившихся крыш над головой, разместят во временном фонде. Разбор завалов сейчас полностью завершен. Известно, что жертвами трагедии стали двое, в том числе ребенок. С места события Юлия Чумакова. Все работы по поиску людей и разбору завалов давно завершены. Дом обесточенный отрезан от газа, однако оцепление не снято. Полиция и сотрудники добровольной казачьей дружины будут дежурить здесь круглосуточно, обеспечивая сохранность имущества жильцов этого дома. Это случилось ночью в начале первого. Алла Лобанова никак не может успокоиться. Ее квартира в соседнем подъезде. Мы слышали только хлопок очень сильный. И стекла повысыпались, а вышли сразу на улицу. А в другом подъезде там вообще кошмар. Два этажа взорвались. Взрыв был такой силы, что целых окон не осталось и в доме напротив. Это его жильцы вызвали спасателей. Муж говорит, Валь, наверное, горит что-то. Мы, хватай документы, мы выскочили, кто в чем был. А смотрим здесь, я скорее начала вызывать МЧС. Экстренные службы прибыли на место через считанные минуты. Но еще до их приезда люди начали сами разбирать завалы. Побежали туда люди спасать. Здесь легковые автомобили остановились, развернулись, фарами туда включили свет, навели, чтобы хотя бы какое-то освещение было. Алексей был одним из тех, кто помогал искать, а затем и вытаскивать из-под обломков бетонных плит девятилетнюю девочку. Нашли ее на втором этаже. И уже поднялись туда и начали разрывать завалы. После 10 разгребаний нашли девочку. А там уже были спасатели. Подъехали. Они на носилке и скорую. Спасти малышку не удалось. Она умерла в машине скорой помощи. Затем из-под завалов извлекли тело мужчины. Позже стало известно, что взрыв прогремел в его квартире. По словам соседей, в том, что произошло, виноват именно он, а вовсе не прохудившиеся газовые коммуникации. Мужчина вел асоциальный образ жизни. Вот я поинтересовался. Газовая служба здесь был, тоже информировал меня. Спросил этот гражданин. К сожалению, не имел заключенного соглашения на обслуживание газового оборудования. Сам-то дом обслуживания недавно обследовали. В марте месяце, мне сказали. В ближайшее время семьи погибших и пострадавших получат денежные компенсации. Для тех, кто остался без крыши над головой, в поселке Чистоозерном открыли пункт временного размещения. Сегодня людям ненадолго позволили войти в свои квартиры, чтобы забрать хотя бы документы. Через три дня будет готова официальная строительная экспертиза. Впрочем, о том, что дом непригоден к восстановлению, власти заявили уже сегодня и пообещали. Новое жилье будет построено до конца года. Юлия Чумакова, Сергей Чепотарев, Татьяна Бакулина и Павел Прошин. Первый канал. Ростовская область.